Политика с Лихом Сократ для афинского общества Его называли оводом Который кусает и не дает спокойно жить Афинянам Я бы не стал проблематику Воронежа 21 века Прямо уж накладывать на Древние Афины Но можно сказать, что Олег Пухолков Тот, кто тоже кусает местную элиту И не дает спокойно жить И в связи с этим такой вопрос Скажите, как политик Я уже сразу за нас обоих поздоровался Как политик О своих политических устремлениях Конечно на 2016 год И как политтехнолог перспективы Как политика своих перспектив Политика на перспективах Главная задача Сегодня разворачиваем наш предвыборный штаб Я уверен Что сегодня наша партия Очень имеет большую популярность На Воронежской земле Я уверен, что результаты выборов Вдвое-трое не соответствуют реальному рейтингу партии Мое глубокое убеждение Что на последних выборах мы взяли 30% в среднем по городу И более 10% в среднем по селу Задача усилить и электоральный цикл И самая главная задача удержать наблюдение на выборах То есть, что вот сегодня для нашей партии Мы видим самую большую проблему Это такие селянинские выборы Которые уже так обросли таким мухом В понимании воронежской элиты Что у нас был господин Чуров Который как бы все это очень сильно верил В выборы Он в результате начудил так Что вся российская система оказалась прогнившая И 80% россиян не верят сегодня системе выборов в стране Мы надеемся, что новый сберком российский Попытается вернуть авторитет выборам в стране Мы надеемся, что мы сумеем сломать политику селянина И в 16-м году выборы будут значительно честнее, чем в 15-м Этот политик Олег Пахалков надеется А вот политтехнолог как бы оценивал все-таки перспективы Учитывая то, что противоборствующие силы не дремлют Как политтехнолог, смотрите, какая ситуация Если как политтехнолог То есть, сегодня есть четкий запрос на честные выборы То есть, сегодня и президент определил Не первый год, я бы сказал Да, не первый год На самом деле, второй год уже идет запрос на честные выборы Воронежская область оказалась попереди планеты в этой всей То есть, в моем понимании и в понимании очень многих экспертов Самые нечестные выборы были именно на Воронежской земле Придем мы к этому или будем дальше отмораживаться Ну, Воронеж очень часто отмораживался В революции отмораживалась Воронежская земля всегда самые бунты и долгие дела Насколько быстро мы услышим посыл Кремля о том, что Кремль хочет честных выборов Кремль хочет устаканить правила игры То есть, он о чем говорит Что, ребята, есть партии, которые допущены То есть, по какой-то степени они уже прошли определенный эффект Ну, определенный фильтр На самом деле, схватка была между двумя партиями Между «Справедливой Россией» и «Единой Россией» Остальные партии оказались в этой схватке пострадавшими Ну, к примеру, да, там ни для кого не секрет Что лидер партии ЛДПР близкий друг Геннадия Макина Но так, как сказать, били «Справедливую Россию» Забивали ее в этом То есть, администрация не имеет механизма подбрасывать сразу несколько партий Поэтому подбрасывали «Единой России» Заодно уничтожили все партии Заодно уничтожили и коммунистов, и ЛДПР Я знаю, что к лидеру ЛДПР у Жириновского есть огромные проблемы К лидеру Воронежскому, да? А он об этом писали? Да, мы об этом все писали Да, Жириновский об этом сам открыто говорил Что ребята намутили Поэтому здесь нет такого понятия Разгром «Справедливой России» на Воронежской земле То есть, есть понятие Перебор «Единой России» с буфетом То есть, ну вот они как бы сожрали все В пять раз больше, чем им положено То есть, вот был упомянут замгубернатора Геннадий Макин А он в сентябре этого года прославился Как человек, который угрожает редактору Мне кажется, что Геннадий Макин, вы знаете Он как-то, наверное, угрожает вообще всем Он долгое время не был на руководящих постах Он просидел в банке Он просидел в Совете Федерации Наверное, когда он был в коммунистическом, в посткоммунистическом периоде Вот это вот такой нахрап Он приносил решение Я даже думаю, что Гордеев его назначил для того, чтобы решить нахрап Большое количество проблем, назревших в Воронежской области И поначалу этот нахрап оказался эффективным Пришел такой товарищ, кричит, ругается Я вас, я вас Потом приходит это все к полному противодействию Вот я думаю, что сейчас Геннадий Макин вступил в то состояние Когда вся его деятельность перейдет из состояния псевдоэффективной Полностью неэффективной Потому что, когда вот кто-то Вот по-быдлячему, в прямом смысле этого слова То есть начинает там угрожать главам района Материться на совещаниях Какие-то угрозы читать по телефону Выступает полностью Первый зам губернатора Хамит, где собирались жители Бориса Гребска И там пытается людям затыкать рот Активный политик Вообще, да, вообще может Привычка затыкать людям рот Мне кажется, вообще не красит никакого политика Что произойдет? Произойдет полное отстранение от него То есть все начнут саботировать Любые его приказы То есть кричишь, кричишь Затыкаешь, затыкаешь Но никто не будет ничего работать Я знаю целый ряд регионов Где вот поставили таких силовиков-губернаторов Которые в результате Сначала вроде как показалось весело А в результате работа вся парализовала Вот я думаю, что Геннадий Макин Сегодня полностью парализовывает Работы всех элитов Потому что сейчас это все перейдет В состоянии полного тихого саботажа В таком случае особенно жаль, что глава следкома Быстрыкин Не с должным вниманием, наверное, отнес к заявлению на Геннадия Макина Или какие-то перспективы у него были по поводу угрозы Давай так там Угроза, для чего было мое заявление То есть меня действительно переживало за жизнь главного редактора И зная характер, допустим, этого человека Напомним зрителям, что Макин спрашивал Не ходит ли редактор блокнота в бронежилете Да, и при том это не первый Из его разговоров То есть там вот о том, о том Блокнот печатает такие вещи То есть он там ходит, он может не жалеть или нет Вот Но в принципе уголовного деяния в этом нет То есть это же слова, да То есть как в словах делать еще То есть задача была основная Привлечь к этому внимание Чтобы эти слова не перешли в действие Злые языки опять же говорят Что справедливая Россия Справедливая Россия враги хотят отправить под откос Сейчас на этих выборах Что-то в стране или в вороне? В стране В стране Ну справедливая Россия всегда хотят отправить под откос Да, справа РОС В федеральном уровне Наверное, это может прокомментировать Но я могу вины федерации Справедливая Россия Как сказать такую вещь Что нас всегда отправляли под откос Я не помню ни одних выборов Когда говорили, что справедливая Россия пройдет И я думаю, что справедливая Россия сегодня Как и любая другая партия Ищет свой путь, как мы пойдем на выборы Вот справедливая Россия невероятно сильна Как своим лидерам, так и региональными лидерами Причем всегда был феномен большого набора Процентов на наших выборах Поэтому запрос о справедливую Россию большой Я уверен, что мы возьмем столько Не менее, чем брали тогда Второй момент Это о том, что ведь И запрос на социальные моменты Возрастает в обществе То есть мы действительно летим тартарным Действительно правительство сегодня Не знает, что дело Да, оно находится в таком состоянии Мне вообще кажется, что в России Я государственник, но как никогда Назревает ситуация, когда верхи не понимают Как жить по-новому, а они за них хотят жить по-старому Разлет между Правителями и населением Просто колоссален И мы почему-то никак не хотим выступать с какими-то из ближайших моментов. Я сейчас, например, расскажу. Вот Казахстан сегодня, я только что вернулся с контроля на выборы в Казахстане, их антикризисные меры, то есть увеличение заработной платы всем муниципальным служащим, это имеется в виду любого уровня муниципальным служащим, то есть это и работникам САБЕСа, и учителям в школе, и милиционерам на 40%, высшему руководящему составу на 30%. То есть все муниципальные служащие, все, которые получают деньги от государства от 30 до 40, с учетом того, что инфляция от Казахстана 24%, то есть люди все стали жить богаче за счет резервного фонда государства. То есть у нас резервный фонд государства заканчивается куда угодно, банком, на поддержание каких-то предприятий, хотя опыт выхода из кризиса всех стран в мире говорит об одном, заканчивать деньги надо снизу, растить потребителя, то есть чтобы был потребитель, и в результате честной конкуренции развиралась промышленность. Наверх они и так поднимутся. Да, наверх эти деньги и так поднимутся, а у нас сразу наверх, и потом мы вниз пытаемся спускать предприятиям под 20-25% годовых эти деньги, помогаем предприятиям. Что получается? Мы выращиваем 100 тысяч коров, да, а потребителей нет вообще, и получается эти 100 тысяч коров справляется 200 человек с их обслуживанием. Вот везде в мире сельское хозяйство развивается снизу, то есть есть малое сельское предприятие, которое очень богато, есть средние обеспечивающие его работы, есть большие, которые уже организовывают всю сеть, да. У нас всегда сразу большие. Кредиты могут получить только самые крутые предприятия, которые могут залоговые обязательства дать, которые могут предъявить какие-то связи, получить какие-то льготы, да. Маленькие у нас не получат ничего. И поэтому мы вот это все сверху насаждаем, а потребителя пытаемся взять откуда, да. И вот у нас уже сегодня Пономаревца сказал, что опотреблять-то некому. То есть потребительская корзина падает, молочко-то кому отдавай? Мясо вы мраморную говядину нарастили, а она сколько стоит? Вот. Раньше было просто. Была относительно высокая пенсия, относительно высокие зарплаты чиновников, учителей. Продавали нефть, загоняли сюда доллары, доллары меняли на рубли, выдавали зарплату. Сегодня все это просило в два с половиной раза. То есть потребитель просил в два с половиной раза, да. Кому мы эту говядину будем продавать? Так может быть нам надо задуматься, что в Воронежском области в успехах сельского хозяйства должно отчитываться не количеством коров, а количеством доходов сельского населения? А коровы, они-то в этом случае подтянутся автоматически. Я считаю, что основным показателем любой экономики любого региона это доходы населения. Насущные дела требуют решения, а между тем происходит политическая война в самом регионе. И вот если вернуться к тому, с чего начали, так как у нас ОВАД будет продолжать кусать региональную власть? Или пора уже договариваться с губернатором, мириться? Или с другим, может быть, каким-то центром силы? Во-первых, не надо никогда договариваться и мириться, все равно надо быть самим собой. Иначе быть самим собой, то есть это всегда идти до конца. Всегда идти до конца. Это и есть основной принцип свободы. Вы знаете, мне сегодня региональные власти очень часто везде говорят о том, что вот Пахалков, мы сделаем все, ты не станешь депутатом от Воронежской земли, справедливой России и так далее. Но мне сейчас сказать немножко лестно, что вот такая огромная государственная машина пытается воевать с одним несчастным Олегом Пахалковым. И я, во-первых, боюсь, что она проиграет эту схватку, и поэтому им будет стыдно и неудобно смотреть самим себе в лицо. Но самое главное, что в отличие от них, для них потеря кресла, она чем-то таким плохим является. Пахалков не раз, во-первых, у меня частые же избраны депутат, бывали случаи, когда я и проигрывал выборы, и я для себя никакой трагедии в том, что вот я завтра по какой-то причине. Во-первых, я считаю, что я не проиграю выборы перед избирателем. То есть они могут подтасовать выборы, перемутить эти выборы, и в результате Пахалков технически не станет депутатом. Но это не значит, что Пахалков не станет любимым жителями Воронежской земли, моими читателями. То есть морально я останусь их депутатом. Что они потом будут делать с Пахалковым? Подбросят ему наркотики в багажник, для того, чтобы сказать, вот видите, как он хулиган, и его ликвидируют. Боюсь, что это у них не очень получится. Такого не дойдет, я говорю. Я боюсь, что не получится. Все-таки Пахалков не маленький мальчик. Блокнот после этого перестанет о них как-то там хорошо или плохо писать. Увы, я боюсь, я его это не обрадую. Блокнот как обычно конструктивный. Блокнот как обычно будет конструктивен. И поэтому вот та роль, которую мы заняли, та щука в озере, чтобы карась не дремал, это очень важно. А вот их маниакальное желание отомстить Пахалкову, чтобы он не стал депутатом путем прямых подтасовок, больше другого варианта у них нет. Ну, ради бога, пусть это остается на их совести. Значит, мы еще настолько не созрели, не созрели с точки зрения правоохранительных органов, не созрели с точки зрения избирательных механизмов. Хотя мне кажется, что сейчас выборы будут почистнее в стране в целом. Очень бы хотелось, чтобы это было и в Воронеже в том числе. Ну, дай бог, вашими устами, как говорится. Это был Олег Пахалков, который всегда идет до конца. Олег Пахалков